Книга праведного В самом Танахе нет такой книги. Сейчас мы разберем, о чем идет речь. Первый раз мы находим это в книге Йошуа Бенум. У нас есть пять книг Торы, потом начинаются книги Пророков, и первая книга Пророков написал ее ученик Мошера Бейну. Который звали Йошуа Бенум, в русских неправильных переводах Иисус Навин. Но это неправильно, и еще ассоциацию создает какую-то, тоже неправильно. Поэтому мы говорим Йошуа Бенум. Так называется книга. Второй раз это книга Шмуэля. Причем книга Шмуэля делится на два тома, на два раздела. Она большая просто, делится на два. На Аллы Фебет. Так это второй раздел. Вначале прямо. Первая глава, восемнадцатое место. Восемнадцатое фраза. Значит, там упомянуто, что после смерти царя Шауля, у нас до царя Давида был царь Шауль. И он погиб от рук врагов. Вместе со своим сыном Йонатаном. И царь Давид, который стал царем, казалось, что должен был обрадоваться, но нет. Он очень-очень был глубоко огорчен, что два великих праведника эти погибли. И царь Шауль и его сын Йонатан. И там упомянуто. Это мы сейчас в Шмуэле. Шмуэль, второй раздел. Глава первая, фраза восемнадцатая. Там упомянуто, как это было сказано в книге Аяшар. Там, внутри. Теперь отсюда возвращается книга Аяшар. Но тогда, чтобы понять это, мы должны найти первый случай, когда книга упомянута. Она в книге Йошуа Бен-Нун. Это книга, которую написал ученик Моше Рабейну. Сразу после смерти Моше. Книгу написал не сразу, может, через несколько лет. Но, в общем-то, после смерти Моше была составлена книга Йошуа. И там тоже упомянута некая книга, которая называется «Сефир и Аяшар». Это в том разделе, кто знает эту книгу, где солнце остановилось. Во время битвы нашего народа с нападающими на нас, солнце было остановлено, приостановлено, чтобы день продолжался дольше, чтобы мы могли победить до конца. И вот, когда эти великие слова были сказаны на небе, значит, книги пророков, это на небе они написаны, пророки чувствуют, что там сказано, и дальше реализуют это, или говорят об этом. И вот в рамках этой реализации эти слова «Шемеш дом», «Солнце остановись», «Шемеш дом», «Солнце остановись». Упомянута, что так, как сказано в книге «Сефир и Аяшар», в книге Праведного, о котором вы спросили. О чем идет речь? Может, все-таки есть такая книга или нет? Если ничего не знать, можно думать, что есть такая книга. Она упомянута там, как сказано в книге «Сефир и Аяшар». Значит, она упомянута, потому что книга есть, но на самом деле этой книги нет. А упомянута это для того, чтобы подчеркнуть связующее звено между... Между словами Давида и его пророчествами, у нас всегда пророчество не предсказание, потому что не будет свободы выбора. Пророчество просто указание нам, куда действие может идти, если мы будем жить так, как мы живем. И тогда надо исправить наши пути и дела. И тогда книга, в данном случае книга Иошуа, служит этим задачам. А в ней упомянута другая книга «Сефир и Аяшар», книга Праведника или Прямого Человека. Значит, там, где был Шмуэль, мы уже поняли, что это царь Давид написал. И сослался на эту ситуацию, когда речь идет о словах царя Давида на смерть Шауля и его сына Ионатана. Там красивые слова, и поэтому, как сказано в той книге. Там легче это понять. А здесь есть только Тора. После Тора еще даже нет книги «Сефир и Аяшуа». Это шестая книга. Если считать, что у нас пяти книжек, пять книг Торы, то после пяти книг Торы надо распустить все, закончить все. Но нет, еще мы продолжали, еще много пророков было. И много пророков, скажем так, которые написали книги. И поэтому не в этом месте останавливается все. И хотя книга Шмуэля, она третья книга из книг наших пророков. Третья только. Но впереди, после нее есть еще примерно почти десять книг. Так, на что намекает «Сефир и Ашар» у Йошуа бенун? Мы еще не знаем пока. Но можно посмотреть. Там, где написано, это глава десятая, фраза тринадцатая. И там увидит, что предсказано это в некой книге «Климил Хама». Отсюда уже немножко понятнее, что слово «военное действие» было легитимизировано. У нас не существует этого слова просто так. Этому клону придется вес, потому что оно негативное. И говорит, что о войне. Это всегда смерть людей. Даже если мы побеждаем, это все равно непросто. Поэтому надо было, чтобы упомянута была некая книга. Сейчас мы поймем, какая. И это дает нам дополнительной силы и энергию вести войну, о которой в книге Йошуа много говорится. Это война за освобождение этих территорий, который Всевышний назначил нашему народу за 400 лет до того, как мы пришли в Эртис-Рэн, уже нам было назначено. И потом в книге «Сефер-Яшар» это упомянулось несколько раз. Так что это за книга такая в этом вопросе? Что это за книга? А это книга о человеке, который называется Яшар. Что это такое? Яшар на иврите прямой, прямодушный, честный и так далее, и так далее. Это кто в книге «Велищит»? В самой первой книге это Авраам, наш праотец Авраам. То есть в книге, которая описывает нашего праотца Авраама, там мы находим этот «Сефер-Яшар», о котором вы спрашиваете. А стал только понять, о какой книге идет речь, что значит мы находим про Авраама. У нас есть про Авраама, есть Тора. Пожалуйста, но почему не Тора, а что-то другое? На то, что видите, даже сама книга «Сефер-Яшар» пытается увезти нас туда, чтобы мы бы там были и могли понять, о чем идет речь. Но все очень просто. Речь идет о книге «Берейшит», первой книге Торы, которая посвящена, как мы знаем, Адаму, Ноху, жизни Авраама, Ицхака, Иакова. То есть тех людей, которые составили костяк нашего народа после потопа, после Ноха. До Ноха там написано, потому что надо было написать, как существовал мир до всяких событий строительства мира. То есть когда он изначально стал собираться, этот мир, кто были главные действующие лица, так скажем. И ответ это, мы уже поняли, это Авраам, он и есть Яшар, он и есть тот самый прямой человек, который застолбил дорогу Всевышнего для нашего народа. Называется в наших источниках «Сефер-Яшар». Ну вот теперь мы разгадали эту загадку. Всего доброго, до свидания.